Клод Адриан Гельвецый. Письмо Аббату Шовлену. Советнику парламента. Примечание. Парижский парламент – высший судебный орган феодальной Франции. Был создан в 1260 году в ходе реформ короля Людовика IX святого в результате выделения из Королевского совета трех самостоятельных органов. Был судом первой инстанции для королевских случаев и апелляционным судом для всех подданных французского королевства. Состоял из высшей судебной палаты, которая выносила непосредственно решения и приговоры. Следственной палаты, ведшей расследование дел. И палаты прошений, рассматривавшие ходатайство, жалобы и прошения со всего королевства. Просуществовал до Великой Французской революции. То, что вы сообщили мне, сударь, о нынешнем состоянии ваших парламентских дел, заставило меня задуматься о причинах, которые помешали этой корпорации, являющиеся посредником между королем и его подданными, пользоваться всем доверием и всей властью, которыми она должна быть обличена. Я искал, каковы ваши естественные враги. Я увидел с одной стороны министров, желающих быть самовластными, крупных вельмож, возмущенных тем, что буржуа имеют право их судить. С другой стороны, духовенство, ревниво относящееся к тому, что не все виды власти находятся у него в руках и стремящиеся починить себе всякую власть в государстве. Не следует, что парламент льстил себя надеждой когда-нибудь взять верх над этими двумя видами врагов. Ему следует надеяться на непоследовательность и сменяемость первых. Но никогда не надо заключать перемирие с последними. Это существующее с незапамятных времен сословие, которое под давлением обстоятельств иногда бывает вынуждено изменять правила поведения, но которое никогда не отказывается от них, потому что его интерес очень тесно с ними связан. И этот интерес никогда не совпадает с интересом парламентов или граждан, которых парламенты защищают. В самой нашей истории находятся все доказательства этого, которые я мог бы вам представить. Почти так же невозможно для парламента привлечь на свою сторону эти два вида врагов, как для Франции считать себя другом Англии. Эти государства могут заключать кратковременные перемирия, но их обоюдное положение и различия их интересов всегда будут делать их врагами. В отношениях между ними речь идет только о том, чтобы обманывать друг друга. Каковы прирожденные друзья парламента? Народ, который не может ему вредить и которому он может оказывать большое доверие? Кто может поддержать его против тирании вельмож и тайных интриг духовенства? Народ, чье мнение в конце концов заставляет власть быть справедливой. Но это мнение основывается только на уверенности, что парламент является защитником законов, свободы и имущества граждан. Это титул, который, надо это признать, парламента не всегда уважали, то отказываясь ради своих собственных интересов от интересов народа, когда министры хотели их попрать, то поддаваясь внушениям духовенства, когда оно хотело преследовать ученых. Духовенство всегда искусно превращало свой интерес в государственный, и парламент никогда не хотел сознавать, что он отказывается от своих интересов ради интересов священников. Мало есть писателей, преследуемых последнее время, которые не преследовались бы именно за утверждение в своих сочинениях принципов, благоприятных для магистратов. Духовенство это ясно увидело, поэтому оно не упускало случая забить тревогу, испуская обычные крики о безбожии и неверии, и вовлекать вас в преследование лучших друзей, которых вы имеете в народе. Не обманывайте себя. Знаменитый писатель имеет множество сторонников. Он даже обладает известностью лишь благодаря тому, что указал людям истины, которые их задевают или им льстят. О нем судят именно по этим истинам, а не по вашим приговорам. Что выигрываете вы, осуждая его? Вы предоставляете оружие священникам, влияние которых вы увеличиваете. Но превращая их в своих друзей, вы умножаете число ваших врагов, которыми становятся все сторонники писателя, которого вы стремитесь преследовать. Давным-давно доказано, что духовенство добивается земных благ, проповедуя благо небесные. Всякий талантливый человек, восстающий против таких притязаний духовенства, обязательно должен подвергнуться за это преследованием. Будьте его защитником. Установите естественное, соответствующее вашим склонностям, право на веротерпимость. Это средство для разрушения мощи ваших соперников. Духовенство. Вы увеличите число ваших приверженцев, потому что все люди, преданные определенным мнением, узнают, что вы одни помешали их преследованию. Вас они увидят только защитников, и при том таких защитников, которых обожествят ревностно отстаивающие свои мнения члены любой секты. Пусть парламент всегда помнит, что он ничто без народа, что лишь благодаря защите народа он может уравновешивать силу своих врагов. Прогресс просвещения ослабляет ее с каждым днем, и, если вы умеете пользоваться обстоятельствами, вы заставите ваших соперников быть лишь полезными вам и отказаться от интриг. Сами иезуиты перестанут внушать вам опасения. Вы обезвредите все капканы, которые эти опасные монахи расставляют почтенным и талантливым людям. Свобода печати всегда будет полезна парламенту, если он проявит себя как прирожденный защитник ученых и граждан. Если вы отнесетесь пренебрежительно к этим положениям, то можно предсказать, что вскоре парламент станет предметом презрения вельмож за его слабость и простых людей, за его смешные претензии, которые он не сможет отстаивать. Ваша дружба, сударь, позволила мне высказать эти соображения. Мне подсказало их ревностное отношение к учреждению, которое я считаю полезным для государства. Преследования, которым оно хотело подвергнуть меня, не мешают мне видеть его истинные интересы. Я считаю, что они тесно связаны со славой государя и благом его народа. Примечание. Клод Адриан Гильвеций. Годы жизни 1715-1771. Французский литератор и философ-материалист. Письмо относится, очевидно, к 1758 году, когда книга Гильвеция об уме вызвала возмущение клерикальной реакции и дофина-наследника королевского престола. Шовелен враждебно относился к иезуитам, поэтому Гильвеций обратился к нему за помощью. Шовелен Анри Филипп. Годы жизни 1714-1770. Аббат Монтьераме. Каноник собора Парижской Богоматери и советник Парижского парламента. Приобрел популярность упорной борьбой против иезуитов. Его отчеты 1761-го о деятельности иезуитов способствовали принятию в 1762 году парламентом постановления о распуске их ордена и изгнанию иезуитов из Франции в 1764 году. Монтьераме, коммуна во Франции, находится в регионе Шампань, Орденны. Дофин – титул наследника французского престола при Бурбонах с середины XIV века до 1830 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok